Двусторонние отношения Беларуси и Китая выходят на новый уровень. Александр Лукашенко подписал соответствующую директиву. Документ нацелен на укрепление сотрудничества в политической сфере, наращивание торгово-экономического, финансового и инвестиционного взаимодействия, а также реализацию инициативы «Пояс и путь». Новый штамм коронавируса выявлен уже почти в 40 странах, неизолирована в этом вопросе от всего мира и Беларусь. Вероятность, что омикрон придет и к нам, существует. Он вызывает опасения неспроста. Риску подвержены дети в возрасте до двух лет и взрослые от 20 до 40. При этом несколько иная картина болезни. Пациенты жалуются на небольшую температуру и сильную слабость. Белорусская железная дорога с 12 декабря открывает продажу билетов в Россию по системе динамического ценообразования. Основными критериями при формировании тарифа будет уровень процента занятости мест в вагоне и сроки приобретения проездных документов. В Беларуси стартовал республиканский турнир юных математиков. Проводится он на базе Минского областного института развития образования. Участие принимают 12 команд. Им предстоит продемонстрировать свои знания в письменном состязании и математических боях. Продлится турнир до 11 декабря. В Могилеве стартует областная акция «Чудеса на Рождество». Она поможет исполнить новогодние желания свыше 50 маленьких жителей региона. Кроме того, во время проведения благотворительного движения волонтеры доброго сердца воплотят мечты учащихся из центров коррекционно развивающего обучения и реабилитации Глузка, Бобруйского и Осиповичского районов. Субтитры создавал DimaTorzok